Предприниматели малого и среднего бизнеса, а также рядовые граждане получили право на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотечным займам. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Как воспользоваться мерой поддержки и как функционирует банковская система в условиях санкций? Ответы на самые популярные финансовые вопросы узнаем прямо сейчас в программе «На повестке дня». Вас приветствует Екатерина Сысоева. Вместе со мной в студии Евгений Ефремов, заместитель управляющего Ярославским отделением Банка России. Евгений Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, государство сейчас в условиях санкций вводит новые меры поддержки населения. В частности, одна из таких – кредитные каникулы. Кому они доступны и как оформить? Да, действительно, одной из мер поддержки станет введение механизма кредитных каникул. Закон уже подписан, и он распространяет свое действие как на граждан, так и на представителей малого и среднего бизнеса. Механизм предусматривает возможность получить отсрочку по платежам, по кредитам и по процентам на срок до полугода. И действовать он будет по 30 сентября. При этом правительство имеет право продлить кредитные каникулы еще на более длительный срок. Здесь нужно иметь в виду, что кредитными каникулами могут воспользоваться граждане, у которых существенно снизился доход. Более 30 процентов. Что касается представителей малого и среднего бизнеса, то это представители из перечня, утвержденного правительством. Вот таким образом будет механизм работать. Я бы хотел отметить, что сам по себе инструмент кредитных каникул НИНОВ в период пандемии на первом этапе в 2020 году инструмент вводился, в общем-то отработан, и им воспользовалось более 17 тысяч заемщиков Росславской области. Поэтому и банки готовы к этому инструменту, и необходимая процедура отработана. Сейчас банки сильно подняли ставку по кредитам, по новым я имею в виду. А может ли банк увеличить эту ставку по уже действующему договору? Если в договоре ставка фиксированная, не плавающая, не привязана к каким-либо инструментам, то банк не имеет правовых оснований для изменения и повышения ставки по кредиту. И сразу хочу отметить, что большинство кредитов, которые выданы гражданам, они имеют фиксированную ставку, и их не затронет, скажем так, повышение. Банки не будут иметь оснований для повышения ставки по кредитам. Насколько я понимаю, ставки в банках выросли вслед за тем, как Центральный банк поднял ключевую ставку до 20%. Зачем нужна была эта мера, и как она отразится на финансовой деятельности банков и на операциях обычных граждан? Да. Повышение ключевой ставки Банка России до 20% способствовало обеспечению финансовой устойчивости, подавлению инфляционных всплесков и, как следствие, поддержанию экономики. Нужно отметить, что после повышения ключевой ставки Банка России, банки также отреагировали на это, повысив процентные ставки по депозитам. Большинство ключевых кредитных организаций предлагают ставки уже более 20%. И такая ставка позволяет, с одной стороны, и сберечь наши сбережения, защитить их от инфляции, ну и также позволит в будущем поддержать спрос в экономике. Давайте перейдем к банковским картам и вкладам. Вот платежные системы Visa и MasterCard объявили о том, что уходят с российского рынка. Что же теперь будет с их картами? Нужно ли срочно забирать деньги из банков, вот где есть эти платежные системы? И нужно ли срочно оформлять карты МИР? Да, что касается ситуации с Visa и MasterCard, то здесь нужно, во-первых, отметить, что на территории Российской Федерации никакие ограничения не действуют. Карты по-прежнему принимаются к оплате. Денежные средства, привязанные к этим картам, находятся в полной сохранности и в доступности в любое время в кредитных организациях. Поэтому те, скажем так, действия, которые со стороны мастера визы произошли, они не ограничивают операции внутри страны. Поэтому все платежные операции по ним совершаются, и необходимости их закрывать нет. Более того, ряд банков продлил срок действия данных карт на более длительный период. Поэтому это очень важно понимать. Ограничения, которые введены, они коснутся расчетов за границей. Расчеты за границей будут невозможны. Расчеты с помощью приложений, но и покупки онлайн-магазинов также будут по этим картам невозможны. Все остальные операции, я еще раз повторюсь, внутри страны проходят в обычном нормальном режиме, и все денежные средства, которые привязаны к этим картам, находятся в полной сохранности и доступности. А нужно ли забирать деньги из банков, попавших под санкции, и переходить в другие кредитные организации? Нет, такой необходимости нет. Все банки, попавшие под санкции, устойчиво работают, выполняют свои обязательства перед гражданами, перед вкладчиками. Поэтому вот просто так зачем-то забрать денежные средства. Необходимости в этом нет, тем более, что, как я уже сказал, банки предлагают достаточно высокие ставки по депозитам, обеспечивая сохранность денежных средств и защиту от инфляции. А отразится ли на финансовых операциях рядовых граждан отключение России от SWIFT? Сразу скажу, нет, никоим образом это на гражданах не отразится, потому что SWIFT это инструмент международных расчетов между кредитными организациями, и никакого влияния на внутрибанковские расчеты в России они не оказывают, влияние на расчеты граждан не оказывают. Все операции, все транзакции обрабатываются национальной системе платежных карт МИР, и вот, скажем, ограничения, которые действуют со стороны SWIFT на граждан, никоим образом не влияют, поэтому это, скажем так, по этому поводу вообще не нужно беспокоиться. А вот если SWIFT служит для международной коммуникации банков, то как теперь переводить деньги за границу? Можно ли оплатить за рубеж учебу или медицинские услуги? Сколько максимум средств можно переводить другому человеку за границу? И есть ли ограничения на прием денег оттуда? Здесь действует следующее на сегодняшний день правило. Перевести денежные средства за границу можно в любой финансовой компании, которая оказывает эти услуги. Ряд банков, также не попавших под санкции, по реквизитам осуществляет переводы за границу. Но здесь действуют ограничения не более 5000 долларов, либо в другой валюте в эквиваленте этой суммы можно перевести физическому лицу. Ограничений на поступление валюты в Россию не существует, их нет. Одна из самых последних новостей. Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. Как это отразится на держателях валютных вкладов? Да, действительно, с 9 марта по 9 сентября будут действовать новые временные правила операций с наличной валютой. В соответствии с этими новыми правилами нужно помнить следующее. Все вклады и счета в валюте в банках сохраняются. Они никуда не исчезают. Устанавливается только ограничение на получение наличной валюты не более 10 тысяч долларов по счету для физического лица. Но сразу хочу отметить, что по статистике, по данным Банка России, более 90% вкладчиков, имеющих валютные счета, имеют вклад меньше 10 тысяч долларов. Таким образом, абсолютное большинство граждан может забрать денежные средства в полном объеме. Все остальные операции по этим вкладам осуществляются. Валютный вклад можно получить в рублях, в эквиваленте на момент проведения операции. Поэтому денежные средства доступны по этим вкладам в рублях, в сумму, превышающую 10 тысяч долларов США. Евгений Борисович, вот сейчас в условиях такой ситуации, которая очень быстро меняется, где можно получать правдивую и оперативную информацию о ситуации на рынке и получать ответы на волнующие вопросы жителям. Да, действительно, сейчас очень важно обращаться к надежным проверенным источникам, где действительно дается достоверное сведение о ситуации, в частности, на финансовом рынке. И такими источниками является сайт Банка России, официальный сайт, где в режиме вопроса и ответа, в ежедневном обновляемом режиме, можно получить, в общем-то, ответы практически на любой вопрос, связанный с финансовым рынком. И сайт Финкульт Инфо, тоже просветительский сайт Банка России, где более подробно, в такой доступной форме, рассказывается о тех мерах поддержки, о тех существующих сегодня вариантах действий на финансовом рынке. Может быть, вы можете сейчас посоветовать что-нибудь ярославцам, что делать с их деньгами, чтобы их не потерять? Как я уже сказал, банки предлагают сегодня комфортные условия, поэтому мое предложение хранить их в банках, под те проценты, которые они предлагают, не изымать их, чтобы хранить потом под подушкой, как это говорится в народе, и испытывать, скажем, переживания по поводу их сохранности и сбережения. Спасибо, Евгений Борисович, за интересную беседу. А на мои вопросы отвечал Евгений Ефремов, заместитель управляющего Ярославским отделением Банка России. Это была программа «На повестке дня». Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. В студии работала Екатерина Сысоева. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова